Ну, я считаю, хорошую игру провели. Единственное, провалили, мне кажется, 5 минут второго тайма. А так, в целом, команда, мне кажется, доминировала. Было несколько хороших моментов. Гол забили. Еще надо было забивать. Ну и Кубань, неплохая команда, набрала хороший ход, особенно после зимней паузы. Поэтому ничья, конечно, нас не устроила. Я думаю, не устроила и Кубань. Но будем двигаться дальше. У нас еще 6 туров есть. Я думаю, что в этих 6 турах нам надо решить задачу остаться в первой линии. Естественно, это какая-то дополнительная мотивация. Я бы не сказал, что это какое-то полноценное дерби, но две команды из одного города. Полноценное дерби, мне кажется, было бы, если бы команда Кубань играла с первой командой нашей. Но, естественно, настраивали, конечно. Тут и настраивать не надо. Ребята друг друга все знают. И какая-то дополнительная мотивация доказать, что они сильнее. Ну, настраивали, особенно на первые минуты второго тайма. Понятно было, что Кубань с первых минут полезет. Надо было им отыгрываться. Но как-то в этом плане мы не достучались. Я же говорю, провалили первые минут пять. Пропустили гол. Еще пару моментов у Кубани было. Ну и у нас достаточно моментов было. Единственное, концовки не хватило. Ну и мне не понравилось то, что, играя на одного игрока больше, мы создали все-таки маловато моментов для того, чтобы забить второй гол. Нет, игра очень хорошая игра, отличная игра, на мой взгляд. И зрителей много было, и бои, и фанаты были, что с нашей стороны, что со стороны Кубани. Я еще раз вам напоминаю, дерби, полноценное дерби, это когда первая команда играет с первой командой. Это полноценное дерби. А когда играет Кубань с К2, ну, мне кажется, это не совсем дерби. Когда Кубань выйдет, и я чего ей желаю в Премьер-лигу, тогда это будет, как и раньше, полноценное дерби. Я об этом хотел только сказать. А так, отличная игра, ажиотаж вокруг этой игры, он всегда был и будет, и все нормально было. Единственное, конечно, так, чуть-чуть концовочку смазали, там, после игры, и болельщики... А? Кто же за первой в Израиле? Да нет, ну, это... Мне кажется, это некультурно все-таки вести себя так. Да, на поле порубились, хорошая жесткая игра была, даже с таким перебором. Но после игры надо, мне кажется, пожать друг другу руки, и дальше уже готовиться к следующей игре. Ну, мы разберемся, посмотрим. Я же говорю, это футбольная культура так называемая. Да, на поле мы можем где-то перехлестывать, эмоции могут, а после игры, конечно, тут надо уже брать себя в руки и вести себя прилично. Не, ну, мы освежили впереди и в середине, я же говорю, Кубань после удаления насытила середину поля, села уже в первую зону свою. Тут надо было, конечно, использовать фланги, что у нас не получилось, либо дальние удары. Мы мало просто даже били поворотом, когда в десятером Кубань уже осталось. Больше надо было бить, и я думаю, мы бы добились положительного результата. Спасибо. 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 Спасибо.